Возможностью бесплатно провести газ с границем земельного участка воспользовались уже около 300 староскольских семей. В работе более 1200 заявок на догазификацию. Всего по плану газовиков в регионе голубое топливо в этом году подведут к домам почти 16 тысяч абонентов. Ход выполнения работ в Старом Осколе проконтролировал лично Александр Сергеенко, руководитель «Газпром Межрегионгазбелгород» и «Газпромгазораспределения Белгород». Здравствуйте. Ждете гостей? Конечно, я же пиджак одела. Семья Паршиных этой холодной весной уже успела оценить преимущества жизни в собственном доме. В этом есть большой плюс, потому что ты сама включаешь отопление, когда тебе это удобно. Александр Сергеенко попросил хозяйку рассказать, были ли сложности при подключении газа. Вы говорите только правду откровенно, потому что это как контрольная закупка. Вот, потому что если они существуют, эти трудности, то мы их должны каким-то образом устранить. Я очень переживала и боялась. Когда мы покупали дом, меня все пугали, что это долго. Где-то летом, где-то в июне, по-моему, я не помню, я пришла на Ватутину к нам, иди на окно. Мне сказали, что если я немножко подожду, то выйдет новый закон, где это можно сделать бесплатно. Ну, примерно в октябре месяце они мне позвонили сами и сказали, что вы можете к нам прийти, заключить договор. Когда в декабре нам позвонили, это был для нас сюрприз. Честно. Мы в декабре ждали, что пустят газ. Улица Измайловская, где живет Анна, уже густо заселена. Но даже если дом всего один на улице, газ до границ земельного участка проведут также бесплатно. Допустим, жилой дом находится вдалеке, да, и газопровод нужно там метров сто его проложить, построить. То это мы делаем. И участок газопровода уличного достроим, и до границ земельного участка доведем. Вне зависимости от территориальной расположенности. Все, населенный пункт базилицирован, мы должны это сделать. Теперь дом можно считать жилым, радуется Александр Осипов на улице Антоновской. Сегодня здесь впервые зажглось голубое топливо. Александр заключил договор на догазификацию после Нового года. Никаких трудностей не возникло. Хотя, признается он, готовился к затяжному процессу. То, что это все только начиналось, оказалось быстро, неожиданно. Помню, раньше же эти были плиты, печки эти все углем топили, сараи были углем забиты. Еще как раз тогда перестраивали печки, я помню, с дедом. Тогда как раз по улице тянули этот газ. Все там ждали, конечно, но боялись. Друг говорит, отключат через год. А потом, конечно, дедушка с бабушкой рады были. Уголь не надо, так сказать, все это топить. Включили горелку, а ночью-то тепло. А вы сегодняшний день воспринимаете так же, как праздничный? Ну, сейчас, конечно, уже нет, что уже нет. Ну, как бы все равно, да. Как бы газ все уже можно готовить и топить уже. Все-таки уже жилое помещение сразу превращается. Подать заявку на догазификацию можно во всех филиалах и на официальном сайте «Газпром газораспределения Белгород», а также через администрацию муниципальных образований и на портале «Госуслуг». Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Продолжение следует...